В современном мире человек познал и покорил себе, казалось бы, уже все. Тем не менее, в нашем сознании живут предубеждения и мистические страхи, которые пришли к нам из глубины веков, от наших предков. Сегодня мы поговорим о том, почему нельзя фотографировать спящего человека и прольем свет на это старое суеверие. А в конце дадим ответ на вопрос, где здесь правда, а где вымысел? И откуда все-таки оно происходит? Пытует мнение, что энергетическое поле спящего сходно с энергетическим полем мертвеца. Поэтому сфотографировав спящего человека, можно каким-то образом утвердить это состояние, и он может внезапно заболеть или даже умереть. Еще более распространенное мнение гласит, что во время сна душа покидает тело человека. Если он вдруг проснется от звука фотоаппарата, то душа не успеет вернуться, и тело погибнет. Также многие считают, что фотография хранит не только образ человека, но и его энергетическое поле. А спящий человек как раз наиболее уязвим. И если такое фото попадет в руки злым или завистливым людям, беды не избежать. Вот поэтому нельзя фотографировать спящих, ведь так легче всего попасть под сглазы или порчу. И даже религия, которая отрицает гадания, порчи, сглазы и тому подобное, сформировала свое объяснение, почему нельзя фотографировать спящих. Считается, что таким образом можно отпугнуть ангела-хранителя, и тот покинет спящего человека навсегда. Существует еще много мистических и таинственных версий, но правда, как это часто бывает, прозаичнее и проще. Дело в том, что начиная с 19 века, во многих европейских странах появилась традиция фотографировать умерших людей. Доходило даже до того, что уже мертвого человека могли посадить за стол, изображать семейный ужин. В наше время такие действия вызывают недоумение и даже шок, но 150 лет назад подобное воспринималось как что-то вполне обыденное. Вот с этого времени и распространился стереотип, что если человек сфотографирован с закрытыми глазами, значит он уже мертв. Прошло время, большинство людей уже не помнит, откуда произошло данное суеверие, так укоренившееся в нашем сознании. Но на всякий случай, чтобы не возникало желания ассоциировать спящего человека с мертвым, таких людей лучше не фотографировать. Наше сегодняшнее видео подошло к концу, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. А прямо сейчас время развеяться и посмотреть о самых богатых девушках в сети Instagram или о 10 самых смешных запретах в разных странах мира. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!